Клейка лента До вылета в Тунис считанные минуты, но для одного пассажира погода явно нелетная. На этих кадрах дебошира пока просто слышно, а вот уже видно. Связанного мужчину сотрудники полиции и другие пассажиры несут через весь салон к выходу. Судя по интонациям и выражениям, уровень алкоголя в крови зашкаливает. И как в таком состоянии человек вообще мог дойти до лайнера? В результате, не успев начаться, отпуск для дебошира, который, кстати, собирался лететь с женой и маленьким ребенком, закончился. В отделении дежурной части аэропорта Шереметьево. Такой финал фактически хэппи-энд. Никто не пострадал, самолет благополучно улетел. А ведь могло быть и как неделю назад на рейсе Южно-Сахалинск-Москва. На высоте 7 тысяч метров над землей, рукоприкладство, паника и вскоре экстренная посадка в Екатеринбурге. Четверо. Видео, которое снимал Александр Таланов, старший бортпроводник с 30-летним стажем, они теперь пересматривают всем экипажем. И друг другу говорят спасибо, что сработали слаженно, молниеносно, скрутили 56-летнего мужчину и удерживали его до самой посадки. Пара лишних бокалов у него вызвали настоящий приступ гнева. У него была агрессия настолько ярко выражена, что выходя из туалета, он наотмашь ударил моего коллегу по лицу. То есть была явная угроза безопасности. Тот, кто борт самолета превратил в поле боя, четверо суток провел в изоляторе. Раскаялся и пообещал бросить пить. Наказание удивительной мягкости, говорят эксперты. Учитывая то, что от дебоша до террора не так далеко, как может показаться. Пока люди не будут получать по 15-20 лет тюрьмы, не штрафы, а тюремные сроки наравне с серийными убийцами и с реальными террористами, ситуацию переломить будет практически невозможно. Пожалуй, самый известный авиадебошир Сергей Кабалов за свое, мягко говоря, несдержанное поведение провел в тюрьме год и 8 месяцев. Три года назад на борту самолета Москва-Хургада он бросился с кулаками на Стюарта, хамил и грозился угнать самолет. Вот ощущение безнаказанности. Вот что авиадебош, особенно в сезон отпусков, делает почти традиции, говорят юристы. Ведь иногда и рублем по карману хулиганов бьют чисто символически. Предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей и административный арест до 15 суток. С точки зрения штрафа, конечно, он достаточно смешон. Лицо, которое выпило и всем испортило как минимум полет, а как максимум и нервы, оно 1000 рублей заплатит. У него такая возможность имеется. Ну, поэтому, безусловно, может быть, какой-то большой штраф остановит. Небо, самолет, пассажир с неадекватным поведением. Можно ли вообще из этой цепочки исключить последнее звено, чтобы распознать потенциальных дебоширов? Например, в Израиле, США, Австралии существует служба воздушных маршалов. С виду такие же пассажиры. На самом деле, сотрудники полиции, которые в экстренной ситуации могут применять спецсредства, как минимум наручники. В нашей стране авиакомпании сами решают, будут ли на борту такие сопровождающие или нет. Вадим работал авиамаршалом три года. Уверяют людей, склонных к агрессии. Видно. Бывают просто агрессивные люди, которые по каким-то причинам чем-то недовольны и начинают изначально себя уже вести грубо. Если человек какой-то привлекает к себе немножечко хотя бы внимания своим поведением, то сразу к нему нужно обязательно уделить внимание, пообщаться и понять, в чем причина его неадекватного какого-то поведения. Штрафы, реальные сроки или временный запрет на полеты. Черные списки для дебоширов давно хотят узаконить. Если это произойдет, тем, кто однажды по каким-то причинам попал в стоп-лист, купить билет на самолет просто не получится. Екатерина Березовская, Светлана Ведяшкина, Екатерина Белова и Артем Тихонов. Первый канал.